Практически неделю без мамы. Перинатальный центр закрыт на дезинфекцию. Выписанная пациентка показала положительный тест на ковид. Контактных и медработников отправляют до тестирования. Рожать приходится в других родильных отделениях. В регионе утверждена временная маршрутизация. Пациенты районов города Ленинский и Засвияжский район перенаправлены в городскую клиническую больницу номер один на Сурово. Пациентки железнодорожного района, как они родоразрешались и получали лечение в областной клинической больнице, таким образом и сейчас происходит. Родильные дома, несмотря на дополнительную нагрузку, справляются. Мест хватает всем. Мест хватает, конечно, мало, но сегодня очень много людей записывают. Мест хватает, и сестры даже говорят, что вроде как не предвидят того, что кто-то будет в коридоре лежать или еще что-то. Случаи в маме показательные. Расслабляться рано, ковид из нашей жизни не ушел. Правила вновь ужесточили. Выход из палаты только при крайней необходимости. Ношение масок и обработке рук обязательны. Еду разносит по палатам медперсонал. А еще будущие мамы до поступления в родильное отделение обязательно должны пройти тест на ковид. Мне сказали, что все-таки ложится туда, но теперь после сдачи теста на ковид. Не знаю, может сейчас вот они его помоют и будут уже как-то более организованно брать рожениц плановых, которые не экстренные, уже с тестами на ковид. С экстренными роженицами иначе. Для них в каждом из трех родильных домов организованы изоляторы. Пациентка поступает, например, на роды, и берутся анализы, и она находится в этом изоляторе, пока не придут результаты. Все это проводится силами лабораторий тех больниц, на базе которых развернутые функционируют акушерские стационары. Информация о заражении в областном роддоме не подтвердилась. При необходимости медучреждение, конечно, на помывку закроют, но только после мамы. К слову, там она на финишной прямой. В конце недели перинатальный центр откроется. Максим Бажанов, Валерий Клочков, репортер 73.